Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги-репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. 17 тысяч тонн нечисти. Рязанский водоканал приступил к дноуглубительным работам. Успеют ли до сентября? Рязанские чиновники проинспектировали ремонт дворовых территорий. Пять спорных маршрутов. Власти Рязани ищут оптимальную схему движения общественного транспорта. В процессе общественных обсуждений концепции развития транспортной сети Рязани мы готовы рассматривать создание новых маршрутов на основных направлениях пассажиропотока. Такое заявление сделал начальник управления транспорта Вениамин Синяков. Некоторые направления перевозчики попросту дублируют, а это не совсем эффективно. Поэтому схему движения ждут изменения. Все изменения маршрутов объективная оптимизация, но это не сокращение, как принято думать, а перераспределение сил. 11 января следующего года срок окончания некоторых лицензий на маршрутах, которые сегодня представители управления транспорта изучают вдоль и поперек. Просто где-то перевозчики дублируют друг друга, где-то и вовсе не выполняют обязательств. Сейчас есть возможность все скорректировать, в первую очередь для удобства жителей. Комиссия после отработки всех вопросов рекомендовала отменить полностью три маршрута. Два маршрута частично имеется в виду, что по этому маршруту обработают несколько перевозчиков. Часть перевозчиков остается, а у тех, которые заканчиваются лидерами, маршруты будут отменены. То есть сам маршрут остается, просто изменяется количество перевозчиков. Также изменения, изменения, неоптемное изменение касательно следующего маршрута. Первый на вылет маршрут номер 33. Его направление почти полностью перекрывает 15-й троллейбус, а также 16-й и 32-й автобусы. Количество машин здесь просто увеличат на 10. Под секвестр попадает и 70-й маршрут, и 98-й. В 85-й пока в строю, здесь просто вместо трех перевозчиков останется один. У остальных пяти заявленных поменяют схему движения. Маршрут номер 49, психбольница Техномико. Мы считаем целесообразным направить этот маршрут через Рязань-1, так как здесь удобный выход. Именно маршруты из-за станции Рязань-2, и на станции Рязань-2, и полупалатичным, как раз его создает на обслуживание двух пользователей. Понятно, что главная цель рязанских властей – сохранить муниципальный транспорт. А значит, было бы странным отдавать самые важные маршруты движения кому-то еще. Впрочем, оптимизация задумана быть постепенной. При этом мнение общественности, конечно, тоже в приоритете. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Если рязанские дороги оставляют желать лучшего, о чем говорил и сам губернатор, то заикаться о дорогах во дворах, казалось бы, не стоит. Сейчас стараются доказать обратное. Уже на 36 дворовых территориях начался ремонт. Представители администрации совместно с подрядчиками оценили, как проходят эти работы. Впрочем, приступили к ремонту дорог на территории Рады, на 6-й линии «Дома». Интересуются ремонтом дороги во дворе не местные жители, а чиновники. Узнать, как идут работы, приехали Борис Ясинский, его замглавы администрации и Юрий Фурфурак, начальник управления благоустройства. Пока на 4-й линии работы в начальной стадии. Нет еще асфальта. Однако, замечания есть. Подрядчика попросили выровнять профиль на прилагающемся проезде. После двинулись дальше. Поменять асфальтовое покрытие нужно во дворах по 65 адресам. Сделать это должны до 31 августа. На работы выделено около 100 миллионов рублей. Также подрядчики начали производство работ в рамках муниципальных контрактов по ремонту картами. Начато фрезерование уже сейчас на данный момент на 9 участках дорог. Из 36 также подрядчики немного подкорректируются при производстве работ, потому что необходимо и провести работы на некоторых съездах на дворы, и также предусмотреть водоотводные валики, чтобы вода по дороге не заходила во дворы. За один день чиновники побывали на 4-х адресах. Упомянутая 4-я линия, Татарская, Политаева и Гоголя. На последний подрядчика попросили обратить внимание на съезды с проезжей части к дворам. Также нужно выполнить отсыпку этих участков. Контроль за ходом ремонта будет продолжен. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанский водоканал приступил к очистке воды у первого подъема Оксской очистной водопроводной станции. Специальным земснарядом здесь ведут дноуглубительные работы, очищая затоны от ила и песка. Плановая очистка займет примерно неделю, при этом жителей просят не волноваться. Ограничений с подачей воды не будет. Обычно увидеть вживую работу земснаряда удается не так часто. Да и принцип его работы не всем известен. У Оксской водопроводной станции работают профи. В прошлом году от ил реку чистили тоже они. Медленно, но верно, это плавучая система идет от русла ОКИ. Данные работы направлены на улучшение качества воды. Это связано с удалением еловых отложений, которые, в свою очередь, при низком уровне воды в реке и в высоких температурах атмосферного воздуха могут создавать процесс гниения. Поэтому это все убирается. А углубительные работы, они предназначены, их направление для лучшего водообмена с русла реки. Чтобы вода освежалась и потоком воды, более чистая вода подходила к водозаборным оголовкам. Водозаборные оголовки на реке обозначены красными буйками. Технологически весь процесс укладывается в выражение «тяни, толкай». В день через эту длинную конструкцию прокачивают около 4 тысяч кубометров воды. За неделю обещают прокачать не меньше 17 тысяч. Землесосы растянут на тросах, за счет которых подтягивается и вперед, вправо, влево и совершается чистка. Землесоснаряд будет работать в течение 5-7 дней. И, я думаю, все будет вычищено. На время работы землеснаряда никаких ухудшений жители не почувствуют, уверяют в водоканале. Несмотря на приостановку забора с реки, подача будет как всегда. Скважины помогут. И это официальное заявление. Наших абонентов это ни в коей мере не коснется. То есть в течение всего времени производства работ каких-либо ограничений по подаче воды населению не будет. Отсюда гидроконструкция двинет прямо в затон. Если не будет габаритного мусора и топляка, пройдут быстро. А значит, это место рыбаки могут смело брать на заметку. После таких работ эта заводь станет клевой. Во всех смыслах этого слова. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Жители микрорайона Дашково-Песочня бьют тревогу. Вновь стала проблема загрязнения пруда Серая Шейка. На этот раз водоем впервые за долгие годы покинули так полюбившиеся горожанам утки. Речь о ловле в нем рыбы и вовсе не идет. Как в данный момент граждане решили защитить излюбленную зеленую зону, расскажем далее. Сотни подписей в защиту водоема и множество обеспокоенных рязанцев. С начала лета горожане заметили резкое ухудшение состояния системы прудов в микрорайоне Дашково-Песочня. В защиту позиций граждан встали представители депутатского корпуса. Именно к ним они решили обратиться для продвижения идеи по очистке водоемов. Пруд настолько загажен, а это экологическая среда, куда водили детей отдыхать. Дети любили кормить непосредственно уточек, любоваться. Люди даже рыбу ловили. Приходили просто вечерком отдохнуть после работы, подышать свежим воздухом, полюбоваться на уточек, ловить рыбку. Но во что превратился пруд, действительно нужно принимать какие-то меры. Роднички, которые подпитывали чистой водой, они затянулись. Жители говорят, что лет шесть назад пытались почистить. Некоторые говорят, что может быть поступают какие-то отходы. Обмельчавший водоем, поросший растениями, мутная, дурно пахнущая вода и лишь одна утка, плавающая в трясине. Водоем еще пару лет назад выглядел совершенно иначе. Ни одной травы не было, здесь была чистота, вода была чистая, прожатая. Здесь даже утки улетели, они у нас не переводились никогда. Берега были чистые, стояли лавочки. Сюда запускали, вот я знаю, что запускали сюда рыбку. Место отдыха было прекрасное. Деды с внучком своим рыбку ловили, здесь стояли, вот удочки сидят закидывают, приятно посмотреть было. По словам местных жителей, раньше люди здесь даже купались. Теперь в том числе и пожилые люди вынуждены заниматься совершенно другими делами возле этого водоема. Я решила в этом году собрать подпись, поддержку иметь. Я на жаре стояла здесь и показывала, что я хочу. Вот объект, хочу, чтобы он был в таком нормальном виде, чтобы мы могли сюда действительно приходить. Денег нет, вот что отвечают власти по словам местных жителей. Но депутаты решили поддержать горожан, на это у них есть своя позиция. Во-первых, я считаю, необходимо наладить активное взаимодействие различных структур администрации с общественными активистами, чтобы совместно как-то выработать меры по решению данной проблемы. А второе, необходимо, конечно, комплексно подходить к вопросу экологического состояния в городе Рязани и именно развивать вот эту муниципальную программу охраны окружающей среды. По словам представителей депутатского корпуса, необходимо корректировать критерии эффективности данной программы, мероприятия, которые проводятся в ее рамках и те финансовые средства, которые на нее идут. Вот эти программы, по которым сейчас идет бюджетное финансирование, конечно, они должны оцениваться по понятным для каждого человека критериям, должны содержать конкретные мероприятия, которые позволяют улучшить состояние. И, конечно, объем финансирования по ним, он должен быть принципиально другим. Депутаты фракции работают над подобными предложениями. Ее представители говорят о том, что контроль со стороны общественности за бюджетными средствами просто необходим. Ведь если программа окружающей среды считается высокоэффективной, а результат оставляет желать лучшего, значит контроля недостаточно. И задача депутатского корпуса – стараться сделать так, чтобы повысилась роль общественного контроля за деятельностью власти. Таким образом, повышается вероятность оперативного реагирования на просьбы обращения людей, которые ежедневно живут рядом с проблемами. Стоит сказать, что в вопросе решения экологических вопросов у депутатов уже есть опыт. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В КВЦ АК 14 июля открылась выставка «Ярмарка меховых изделий». Посетив ее, представительницы прекрасного пола смогут выбрать шубы и пальто из норки, мутона и нутрия. Только пять дней в Рязани с 14 по 18 июля в КВЦ АК работает выставка продажа Тверской меховой компании «За шубой». Для вас грандиозная распродажа и новинки по выгодным ценам. Посетители оценили огромный выбор мехов. Наличие всех размеров от 42 до 60. Высокое качество шуб. Цены хорошие, качество тоже уже не первый раз покупаем. Она очень легкая, каракульный, необычный цвет, очень стройнит, фасон такой интересный. И, конечно, цена меня привлекла – 91 тысяча рублей. Мне шуба очень понравилась. Мне сделали скидку. Меня это очень устраивает. Очень приятная, на ощупь. Муж порадовал. Честь рождения сына. Успейте купить шубу своей мечты по выгодной цене. На все изделия действует рассрочка без переплат. Выставка продажи «Тверской меховой» работает в КВЦ АК по 18 июля включительно. Это все новости на данный момент. Более подробно с событиями нашего региона вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова